Всем привет! Это Мотопанорама. А это Триумф Боновиль Т-100. Какой красивый мотоцикл! Говоря о раскраске, вообще она неоднозначная. И я вам скажу честно, на картинках она мне не нравилась. И в жизни тоже, когда приехал, забирать не нравилась. А вот сейчас, когда немножко другой антураж такой, загородный, сельский, хотя мы вообще в городе находимся, но как бы, видите, тут недалеко, недалеко, в смысле за забором этот самый парк для мотохолмс, для караванов. Вот, и здесь он как-то смотрится на фоне вот этих хеджес, на фоне деревьев. Очень-очень хорошо. Я должен вам сказать, она мне неожиданно понравилась. То есть, всё зависит, в каких условиях вы смотрите на мотоцикл. Ну что, давайте поедем на нём. Сначала заведём, послушаем, как он звучит. Так, ключ-то забыл. Вот у него две трубы такие. Это родные стоковые трубы. Видите? Великолепный звук. Великолепный. Не буду обманывать, я на нём некоторое время прокатился, поэтому могу сказать, что звук на нём самый, наверное, лучший звук, если говорить о стоковых трубах, из тех, что я видел, слышал. Ну-ка, первая передачка хорошая. Великолепно переключается. Великолепно переключается. Вот дороги у нас, да? Ну что же, начнём с посадки. Как обычно, посадка очень хорошая. Я посидел в салоне на Street Twin. Street Twin – это почти такой же мотоцикл. Да, немножко по-другому он выглядит. Кое-что немножко изменено. Вот. И по седлу он пониже. Вот, чем этот. Хотя этот, конечно, совсем невысокий мотоцикл. 795, если мне не изменяет память, высота по седлу. Вот. На Street Twin у меня колени как бы подняты, да? Вот. А здесь гораздо более комфортно. То есть по посадке для меня лично этот мотоцикл гораздо более удобен. Очень хороший верткий мотоцикл. Посмотрите, как он хорошо. На нём можно проезжать во все, так сказать. Дырки в дорожном движении. В трафике. Очень-очень мне это нравится, конечно. И очень легко передвигаться на медленной скорости. Лапка заднего тормоза немножко утоплена, да? Как я уже сказал. Не очень удобно ей работать для меня. Возможно, дело привычки. Вот. Но из-за этого я заметил, что я задним тормозом на этом мотоцикле вот редко пользуюсь в городе. Если бы её поднять или привыкнуть к ней, то в принципе тормоз задний, мне кажется, неплохой. В том плане, что для управления на низких скоростях им пользоваться довольно удобно. ГМЛН. Достаю до земли я прекрасно. Рост мой 171. Полностью всей стопой достаю и с запасом. То есть, даже если ваш рост ниже, там, не знаю, 165 или что-нибудь так, то этот мотоцикл тоже вам вполне подойдёт. Никаких вопросов с этим не будет. Нейтралочка находится, посмотрите, легко. Красивый циферблат. Посмотрите, какой хороший циферблат. Видно вам, не видно из-за камеры. Но хороший, хороший. Мне он нравится. В отличие от Street Twin, где стоит просто один такой циферблат. И это мне не нравится. Он выглядит немножко по-пластиковому. Ну, он, наверное, пластиковый и есть. Не, наверное, а точно. Посмотрите, зеркала. Классические зеркала. Первая передачка всё-таки недостаточно длинная. Не такая, как на Т-120, на которой можно ездить, вообще не переключаясь по городу. Но тоже не короткая, скажем так. Не короткая. А вторая, посмотрите, вторая очень хорошо для городской езды. Наш город, это 30 миль в час. Это 45 километров, 46 там, да, в час. И куча светофоров, этих самых раундебаутов, кругового движения. Вот, соответственно, я, конечно, когда говорю об удобстве для города, я говорю про наш город, да, города разные, в большом мегаполисе, может быть, всё не так, но и в большом мегаполисе вам тоже бывает нужно ездить не быстро, и чаще всего нужно ездить не быстро, поэтому, как бы, вторая передачка очень хорошая, и звук двигателя на ней, когда идёшь, очень хороший. Мне он очень нравится. Ускорения прекрасные. Они не какие-то резкие, там, и, как, я не знаю, там, не Ducati Diavelle, так сказать, но всё есть. Это классический мотоцикл со всеми, так сказать, вытекающими, этими, со всеми вытекающими. Вот, поэтому ожидать от него чего-то, как бы, зверского не стоит. Подвеска, ну, она средняя такая, я бы не сказал, что она жёсткая, не сказал бы, что мягкая. Пробивается, ну, да, на кочках этих пробивается, и, как бы, ну, нельзя сказать, что что-то там уж прям некомфортное. Очень такой верткий мотоцикл, тонкий в талии, так сказать. Очень легко им управлять. Ну, то есть для города просто очень хорошо, очень-очень хорошо. Про зеркала я начал. Зеркала классические, хромированные, мне нравится их дизайн. Раньше мне казалось это простым, а сейчас мне кажется, что они просто подходят к стилю этого мотоцикла, и это мне скорее нравится, чем нет. Ну, есть разного типа. У меня на Speedmaster, например, там квадратные такие сделаны. Они не стоковые. Ну, а здесь стоковые. И, в принципе, чё, хорошо же всё. Мне нравится. Обзор в них нормальный. Регулируются они хорошо. Под себя, скорее всего, вы сможете отрегулировать так, как вам надо. Всё очень просто. В отличие, опять-таки, от некоторых мотоциклов, где это совсем не так просто. Вот, на Gimaline мой, например, как не регулируй, всё равно ничего не видно. Нужно зеркала менять. Нидравочка, так, первая скорость. Ну, давайте попробуем. Вот первая передача он даст ехать-то на мне. Ну, вот уже 4000 оборотов, уже хочется переключиться уже совсем. А на второй, сколько хочешь, можно ехать по городу. Вот. Это хорошо. Посмотрите, какой узкий руль. Это удобно для проезда всякого рода пробок. Очень-очень хорошо в этом плане. Тут, тут, трясёт, трясёт, трясёт. Ну, ничего страшного такого. Нельзя сказать, что там прямо уж так трясёт. Некомфортно. Нормально всё. Нормально. Седло очень комфортабельное. Мне нравится это седло. Очень на нём хорошо ехать. И не думаю, что будут какие-то там боли. Хотя всё может быть. Надо ещё подождать. Я ещё только, собственно, поехал. Вот. И могу пока сказать, что мне очень нравится это седло. Ну, и то, что он тонкий. Тонкий и тонкий. Но, тем не менее, вот в этом месте, там, где бак подходит в седлу, в который я упираюсь, который я могу держать ногами, всё тоже достаточно удобно. Попробовал я переключиться без сцепления на этом мотоцикле. Сейчас вам покажу. Такой толчок происходит. Вот. Тут у нас чего? Первая передача. Вот. С первой на вторую. Видите? Блин. Вот такой вот рывок. Со второй на третью. Опять-таки. С третьей на четвёртую. Уже лучше. Но четвёртую на пятую будет совсем хорошо. Поставлю-ка я пятую передачу и посмотрю, как он едет на... Ну, пятый на такой скорости ему, конечно, плохо. Надо посмотреть четвёртую, как он будет. У него, кстати, всего пять передач. Вот. Поэтому... Ну, это мотоцикл, он, как сказать, не какой-то там крутой-прикрутой. Вот. А просто хороший мотоцикл. Тысяча оборотов на холостых. Послушайте. Слышно вам, не слышно? Чистое здоровье. Передачи переключаются хорошо. Мягко, уверенно. Никаких... Никаких вопросов. Отлично на второй передаче. Отлично. Отлично. Конечно, видите, хоть я открываю так немножко ручку газа, даже на небольшой скорости. Скорость у нас там, что из-за камеры мне не видно. Сорок миль. Да. Ускорений зверских нет. Ну... Зато звук хороший. Вот. Как говорится, не стоит ожидать от него каких-то там подвигов, да. Это не некид, там, ничто такое. Вот. Но бежит, бежит машины, он будет обгонять. Вот. А соревноваться с другими мотоциклами на нем не стоит. Вряд ли вы для этого и будете покупать такой мотоцикл. Как хорошо он в повороты заходит. Видите? Надо остановиться, чтобы этот грузовик уехал, чтобы пройти хоть пару поворотов, посмотреть, как он идет. На нем можно по проселочным дорогам ездить. Я думаю, вообще без вопросов. Резину только поставить немножко другую. Ну и нормально будет. Ну, хорошо же выглядит, да? Че? Камера вам мешает, наверное, отвлекает вас. Ну, как бы, че? Нормально. Пробочка Монзо. Все, как говорится, чин-чинарем. Ну, ладно. Поедем потихоньку. Вот первая передачка. Вторая. Третья. Очень хорошо. Четвертая. Третья. Тормоз, тормоз, тормоз. Сейчас я попробую его. Я, конечно, уже пробовал. Поэтому все это несколько искусственно. Вот на четвертой передаче. Ускорения нет такого. Зверского. Поток воздуха. Конечно, никакой ветрозащиты в гладь нету. Поэтому скорость чувствуется больше, чем она есть. То есть вам прямо поток воздуха идет в грудь. Поставим третью передачу. Идет в грудь. В шлем. Но это никоим образом, никаким образом не становится некомфортным. Как бы никаких, никаких вообще вопросов нет с этим. Очень хорошо. Ну что, вот так вот, если прокатиться. А, я же тормоз хотел. Дальше, да, тормоз вот здесь. Ну, тормоз есть, но он, скажем, нельзя сказать, чтобы он был какой-то там такой, прям очень хороший. Так, здесь я должен буду развернуться, потому что, видите, здесь ремонт дороги. И по ней ехать будет нам некомфортно. Разворачивается просто великолепно. Посмотрите, без каких-либо-то ни было проблем. Чистое здоровье. Да, давайте все-таки попробую еще тормоз вот здесь перед поворотом. Нет, давайте за поворотом вот этим попробую тормоз. Тут поворот за поворотом. У кого сзади вроде нет. Вот здесь. У знака. Ну что, вот передний тормоз. Передний тормоз, как бы, ну, не знаю, сказать, бюджетный, небюджетный. В общем, не очень он, конечно. Нет у него никакого там зверского схватывания. Вместе с тем, этот мотоцикл, он не предназначен для каких-то там диких покатух, или, как говорят, расстрелов, прохватов. Это классический мотоцикл, который создан совсем для других поездок. Таким образом, я считаю, что тормоз адекватный для этого мотоцикла. Для его веса. Вес у него, по-моему, 228 килограмм. Боюсь ошибиться. Память подводит. Возраст дает о себе знать. Ой, как. Как хорошо. Очень, очень мне нравится. На таких вот деревенских дорожках ездит на нем одно удовольствие. Одно удовольствие. Выйдем сейчас на Motorway и посмотрим, как он идет на наших, как называется, легальных скоростях. У нас скорости такая, передача третья. Третья здесь некомфортно, но такой скорости. Подожди, дружище. Эх, вот нету здесь квикшифтера. Хочется так в повороте переключиться, чтобы потом не терять время. Но нету. А эту не отрегулировал, как его. Вот здесь регулируется сцепление. А я забыл ее отрегулировать. Мне приходится немножко тянуться. И в повороте это мне делать некомфортно. Значит, органы управления. Ну, а какие тут органы управления? Вот, собственно, циферблат. Два циферблата. В отличие от Street Twin, на котором один, и пластиковая. А здесь два, и типа под железо, под алюминией, или как вы там это назовете. Этой кнопкой вы переключаетесь. Когда я с дилером разговаривал, я думал, что... Я где-то читал, не помню, что у него два режима. Road и Rain. Дорога и дождь. И вот он показывает дорогу. Я говорю, а как режим переключить? А он говорит, здесь нет режимов. Ну, я думаю, странно. А почему написано-то Road? Он говорил, а здесь все время Road. Вот, в общем, или дилер ничего не знает, что вполне даже может быть. Или какая-то тут ошибка, не знаю. Но похоже, что вот на этом мотоцикле, на котором я еду, как я не пытался, я не нашел переключения режимов. Похоже, что их нет. Да? Ну, этой кнопкой вы можете переключать. Здесь можно включать-выключать traction control. Потом этот бортовой компьютер, там переключать. Trip 1, Trip 2. Вот такие вещи. Камера мне закрывает передачу. И я, блин, пока еще не привык. Я не понимаю, на какую передачу я еду. Если не посмотреть, то я и не знаю. Вот. Да, то есть, как бы здесь вот такой минимальный, минимальный этот самый набор функций. Но для такого мотоцикла, как, еще раз говорю, что это классический мотоцикл, и не самый крутой, и по цене более доступный, чем его старший Собрат Т-120, он как бы соответствует, соответствует. Переключатель поворотов обычный, триумфовский. Ну, не скажу, что совсем плохой. Может быть, я уже и подпривык, он как бы, ну, малоинформативный. Ну, в общем, жить можно. Единственное, что, когда его нужно, канцелер, канцелер, выключить его нужно, то он не всегда выключается, надо проверять. Да, ну, тут у нас сигнал, я не буду народ пугать, вот, аварийка здесь, и, как бы, хорошо, в общем, собственно, и все, собственно, и все. О, чудесно. Просто чудесно. Да, очень-очень хорошо, мне все нравится. Вот эта скорость, на данный момент, 70 миль, это наша легально разрешенная скорость, быстрее этого. В этой стране вы ездить не можете, он на нее прекрасно выходит и по ней идет. Сегодня погода пока неплохая, дождь еще не начался, но вроде будет, вот, а пока вроде ничего, и ветра сильного нет. То есть, когда едешь, никаких завихрений, никаких турбулентностей, никакой в районе шлема, в районе головы, есть такой, чувствуется поток воздуха в грудь. Ну, это, как бы сказать, мне нравится, это очень хорошо. У меня, например, на Гималейне, на этой скорости, все-таки начинаются какие-то там завихрения, и я вот подумаю, не снять ли стекло с него. Вот, ну, конечно, ветрозащиты, погодной защиты на нем не предусмотрено, соответственно, есть и то, что вы промокнете. Но, как говорится, этот мотоцикл вряд ли для дальних каких-то поездок, не для этого, а скорее тут где-то в округе кататься. Это не значит, что на нем нельзя поехать далеко, очень даже можно, как бы он просто не совсем для этого рассчитан. Между тем, сидение комфортабельное, в меру жесткое, позволяет туда-сюда и лозить, когда одна часть устает. Вот, то есть оно для дальних поездок, оно, оно очень хорошее, оно мне очень нравится в этом плане. На него можно прицепить багаж в разумных пределах, ну, можно и в неразумных, вот, то есть как бы в этом плане как бы хорошо. На нем можно съехать на грунтовку и на щебенку, только что нужно, наверное, озаботиться колесами, резиной, которая бы немножко погрызли, была бы получше. Здесь, сейчас у меня стоит мишелина для резина, не помню, какой конкретно. Вот, она дорожная, на мой взгляд, судя по рисунку, а так, если поставить что-то, какую-то такую компромиссно дорожную, внедорожную резину, то, наверное, на нем будет, ну, можно и на рыбалку поехать, и еще куда. Прекрасно. Чистое здоровье. Так-то тормозит он нормально, опять-таки для своих характеристик. Ну, вот, посмотрим, как мы тронемся здесь и разгонимся, если вы находитесь вот на стоянке в районе, на Моторвей, да? Ну, вот, и, в принципе, 70, да? На второй передачке легко и комфортно он доходит до 70, вообще без всяких проблем. Сколько тут у меня ушло? 70 наша скорость, да? То есть, предполагается, что поток идет 70, а вам нужно тронуться. Ну, раз, два, три. Вот так. И у вас 70, в принципе. Поэтому я считаю, что никаких вопросов к нему в этом плане нет. 5 передач. Ну, всегда, конечно, хочется, чтобы было 6 или там 7, как у меня на Ауди. Ну, вот, но в принципе, это достаточно для этого легкого мотоцикла. Я, когда разговариваю, то забываю ехать и еду медленнее. Давайте вот попробуем. Сейчас у меня четвертая передача, 50 миль, и чтобы дойти до 70, раз, два, три, четыре. До 70 дошел, да? И если я встану на пятую передачу, опять-таки снижу до 50 миль. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, нормально, как бы, что? Жить можно. Ну, как сказать? Нет, неправильно сказал. Что значит жить можно? Это другой мотоцикл. Требовать от него зверских ускорений все-таки нельзя. Но в практическом плане его вам хватит. Любую машину вы всегда обгоните, если надо. Тем более, что обгонять приходится чаще всего фуры какие-нибудь, которые мешают. А легковушка, если она быстро идет, так она быстро идет. Так, какая там передача, треть передача. Вот. Очень-очень-очень-очень хорошо. Хорошо. вот такие вот триумф здесь знак да посмотрите как хорошо и тут все они как у меня какая называется баночка с анализами рычаг сцепления легкий средний легкий не очень-очень легкий но не тяжелый совсем то есть масла тем в городе в принципе можно не скажу что какие-то неудобства по сравнению с моим спидмастером например там ты точно устанешь блин точно не переключаться не надо совсем сейчас опять кто-нибудь напишет а не надо переключаться вы ничего не понимаете зачем снимаете вот посмотрим уровень зеркал моё зеркало чуть ниже этого кроссовера то есть я думаю аккурат будет на уровне зеркал машин но зеркало почти не выдается тут у меня ручка да то есть это как бы и девушки ходят это как бы большого значения не имеет опять-таки руль узкий и проезжать между рядами вам будет совсем-совсем не сложно очень хорошо на нем это будет делать великолепно просто для города прекрасный прекрасный мотоцикл что касается сравнение его с royal enfield royal enfield хороший мотоцикл уже наверно поняли что я хочу сказать весь хороший мотоцикл интерсептор я ничего не скажу но триумфы они ну просто на как вам сказать опережают намного на два корпуса в плане ощущений но это возможно все индивидуально мне лично вот на этом мотоцикле очень-очень комфортно удобно ехать на интерсепторе но не было такого ощущения при всем моем уважении конечно там цена играет роль и кому-то нравится такой дизайн кому-то нравится другой дизайн обслуживание там понятно там разные цены триумф все-таки будет подороже в обслуживании 10000 миль у него или один год без пробега 7 межсервисный интервал так что я больше разлетелся хотел его обойти уже заболтался с вами на на выждать а то блин попадешь в аварию 1600 фунтов франшиза то есть я должен заплатить 2600 фунтов если что-нибудь случится вот а вы ведь не сброситесь леди джентльмены правильно поэтому надо аккуратнее несмотря на призывы дебилов срочно начать поливать везде на страшных скоростях этого не будет какая мне передача 4 3 передачи не вытягивает он на это к вопросу об эластичности но не очень эластичный двигатель но на второй передаче она очень комфортная для города а дальше уже там как бы все гораздо проще подножечко не очень хорошо находится с непривычки потому что вот эта фигня который торчит на маленькая короткая то есть вот но но можно найти вот подождать подождаться там 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 о Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok